так всем добрый прекрасный день он был еще был бы еще прекраснее если бы у нас была бы вода в пруду мы с вами находимся сейчас в центре култаева село култаева пермский край пермский район и мы собрались вместе с неравнодушными жителями нашего села которые обеспокоены судьбой нашего водоема давайте же посмотрим как же он сегодня сегодня у нас получается четверг 18 августа время 14 58 режиме реального времени это прямой эфир мы посмотрим как выглядит наш пруд пойдемте как вы видите это отремонтированный пирс и вода здесь была до самого верха вот здесь то есть люди они получаются здесь спускались и вот здесь вот уже была вода то есть как мы видим уровень воды он опустился очень низко то есть я здесь была 22 мая 22 года и воды здесь было намного намного больше вот и давайте поговорим с местными жителями которые здесь также проживают как я рашан добрый день уважаемые жители села также гости объем тревогу уже не первый год по поводу этого пруда творящегося скажем открыто безобразие полное пренебрежение интересами жителей култаева отличный пруд был красивое место отдыха с детьми семьей загадили так пруд что уже простым спуском или подъемом воды уже это не исправить уже крупные вложения нужны для очистки всего этого можно было наверное избежать если вовремя все сделали заполнили тот же год как спустили но на данный момент дно пруда заросло произошло заболачивание уже кое-где не происходит это спуск без объяснений непонятно нам хотелось бы ясности что будет и как будет когда путь будет функционировать полноценно сколько ждать нам обещано что расчистят пруд наконец после того как его так испортили хотелось бы ясности от нашего руководства края села или района точные сроки определить и чтобы не было домыслов у населения что как уже домыслы разные ходят слухи потому что существует информационный голод у населения по поводу этого пруда ну хотелось бы еще раз неоднократно мы обращаемся еще вот обращаемся уже через сети уже принять меры какие-то решить эту проблему и так култаева особо мест отдыха нет еще вот такое прекрасное место загубить и потерять не хотелось бы спасибо за внимание так дальше вы тоже хотите высказать да как вас зовут меня зовут зенера я в култаеве живу с декабря но раньше тоже приезжал мне здесь дети живут пруд был отличнейший место отдыха там всегда ребятишки семьями приходили и вот достояние села вот этот пруд как вот тогда такого состояния довести я вообще не понимаю где у нас глава руководство ведь все равно должны как-то они уделять внимание ну вот я вот это хотела бы сказать и потом еще я вот хожу через дамбу дорога на тоже требует внимание ходим запинаясь не дай бог так тут там травму получит какую-то с колясками ездит мамочки вообще не проехать там вот глава уважаемый пройдитесь пешком своих туфельках по этой дороге и поймете как у нас жители мучаются через эту дорогу ходят спасибо большое за внимание так а теперь давайте посмотрим как сейчас выглядит наш пруд со стороны стадиона как раз где спортивный комплекс находится волейбольная площадка где наш красивый стадион где пирс вот эта центральная зона отдыха жители села култаева давайте сейчас посмотрим с вами крупный план на каком уровне находится сейчас вода и зафиксируем это вадим можете вот сюда подойти к жителям вот как вы видите здесь у нас не только пруд здесь у нас большой красивый стадион детская площадка спортивная площадка здесь была очень хорошая зона отдыха и ребятишки они здесь отдыхали и потом после своих тренировок они плавали в этом пруду это не просто какая-то маленькая лужа это большой огромный водоем и пару слов хотят сказать еще местные жители пруд это тут была маленькая речка которую можно было перешагнуть с помощью колхоза был сделан пруд не стало советской власти и пруда не стало раньше собрали на субботники всех и все бы пошли и помогали чистить а тут в прошлом году позвать позвали пришли несколько человек так что нашей администрации надо повернуться лицом к жителям но почему-то шестнадцатом году когда была уборка здесь в основном детишки бегали взрослых то крайне мало было в основном ходили дети тонули в резину вытаскивали крышки банки колеса да немного расскажем кто не в курсе в 2016 году данный водоем уже спускали именно как раз целью очистки есть сюжет парифея в открытом доступе вы можете его также посмотреть там как конкретно глава наш култаевского поселения морозов говорит что пруд спустили ровно на две недели для того чтобы его очистить но как говорят местные жители вот здесь и люди которые проживают непосредственно у нашей дамбы вот они сказали о том что не техники не рабочих замечено так же в шестнадцатом году не было пруд на его очистку как сказал глава ушло две недели потом заполнили в общем-то наш водоем то есть вошло в систему что наш пруд спускают его также спускали в семнадцатом году также об этом писали СМИ разные о том что на дне пруда нашли машину это было в семнадцатом году дальше его спускали в двадцатом году воды не было в двадцать первом воды не было также только залили в двадцать втором году мы обрадовались ура у нас полный водоем мы приходим и опять вода спущена то есть это происходит регулярно ребятишки ребятишки купаются там наверное ведь это вода вообще загрязненная купаться вообще не разрешено насыпали по набережной этот щебенку от нее наверное махровым цветом вода вся цветет около берега и вообще наверное табличка какую-то надо что купаться запрещено вот давайте вот расскажите что как раз об этом да про деревья интересно пруд очень сильно зарос деревья то есть принципе он на пруд сейчас мало похож и вот когда они все отремонтируют будут ли они убирать все вот эти деревья которые просто в болото превратили весь пруд напрочь тоже вопрос достаточно актуально считаю потому что но в тени купаться вряд ли приятным будет это как бы и детям и взрослым приятно вот а деревья уже большие скоро лес догонит еще раз еще раз может покажем еще раз мы сейчас пройдемся обязательно давайте еще раз посмотрим с вами вот именно с этой точки со стороны стадиона как выглядит наш водоем крупным планом давайте еще раз посмотрим уровень воды потому что 12 августа 22 года в интернете появились посты о том что грудь вновь наполнен водой округа вот это было 12 числа вот сегодня у нас 16 число посмотрите пожалуйста внимательно на каком уровне и как можно сказать что пруд наполнен водой как мы видим вся растительность она уже выше воды и видно что это уже достаточно давно происходит это то что мы видим перед глазами это произошло не за один день вода уходила на протяжении месяца и люди в социальных сетях уже с 10 июля стали пить тревогу о том что вода уходила 10 июля есть посты в интернете потом 31 июля 4 августа но почему-то никто не обращал на это внимание и только после того как информация в очередной раз попала на телевидение стали что-то делать вот я вам потом дальше мы еще проедем с вами в две точки и посмотрим пруд еще с двух сторон чтобы вы наглядно убедились в том что он очень сильно зарос и это происходит на протяжении уже очень длительного времени так сейчас мы с вами отключимся буквально на пять минут мы доедем до моста и покажем вам пруд с другой стороны пожалуйста обязательно подключитесь потому что такого вы еще не видели то что будет там это даже прудом называть невозможно это уже это уже поле так что не отключайтесь всем привет дорогие жители села култаево также все неравнодушные граждане которые переживают за судьбу нашего култаевского пруда и тогда мы сейчас с вами находимся прямо в селе в култаево а вот это пруд нет это у нас не полезно но точнее уже это поле да сейчас мы подойдем поближе и посмотрим вода вода была от этого берега и до того берега вот посмотрите внимательно сейчас здесь уже высокая трава еще немного и здесь будут деревья и вот здесь к сожалению жители находили очень много мертвых утят то есть здесь лично я и мой муж мы плавали на лодке на катамаране мы доплывали прямо вот до этого моста и воды здесь было очень много вот это все вода то что вы видите то что заросло травой это вода и согласно ведомствам в которые мы запрашивали информацию глубоководная зона этого пруда составляет четыре метра как вы видите здесь даже двух не будет даже метра здесь не будет бедные уточки рыба вся погибла и это происходит с завидной регулярностью сейчас я вам расскажу историю я здесь живу с шестнадцатого года в шестнадцатом году пруд уже сливали с целью его очистки сливали на несколько недель я у меня есть фото и видео как я ходила по этому водоему и воды здесь не было на тот момент в 2016 году сказали что пруд собираются чистить то есть получается его чистили в шестнадцатом году уже чистили дальше наступает семнадцатый год что вы думаете пруд снова спускают и находят на дне автомобиля об этом тоже написано в средствах массовой информации вы можете посмотреть в открытом доступе дальше только восемнадцатом году у нас полный водоем мы могли отдохнуть как что происходит в двадцатом году снова спускают в воду и на этот раз на два года до на два представляете значит администрация объявляет тендер выигрывает компания ремонт фасад которая одиннадцать раз уже была подрядчиком у пермского района она спускает воду на подготовительном этапе и перестает выходить на объект то есть весь двадцатый год нас водоем был в спущенном состоянии за это время он просто начал зарастать травой дальше двадцать первый год середина лета до что воды в пруду нет никто бытовка пропала щит с указания подряд организации пропал работников нет техники нет никого нет жители забили тревогу летом двадцать первого года только после этого был объявлен администрации новый тендер и назначена новая компания которая начала осуществлять работы по ремонту нашего гидротехнического сооружения между прочим хочется отметить что как благодаря порталу про пермру которая провел независимое исследование было понятно что компания которая в двадцать первом году выиграла существует на рынке двенадцать лет и это был ее первый контракт но тем не менее в двадцать первом году слава богу они закончили работу и ремонт гтс и мы обрадовались что нам жителям зальют воду в пруд в итоге значит пруд начал наполняться в мае двадцать второго года у меня есть видео где воды было много я прихожу сюда 6 августа и я вижу то что вы сейчас видите давайте мы посмотрим еще раз крупным планом то есть бедные бедные уточки кустарник и воды просто нет значит приезжала телевидение написала очень много жителей оказалось что пруд уже стал вода стала уходить еще 10 июля то есть 10 июля в социальных сетях жители забили тревогу о том что вода уходит потом появлялись сообщения 31 июля 4 августа вода просто уходила на глазах жителей которые об этом писали но никто никаких мер не предпринимал в итоге что произошло как выясняется 8 августа администрация написала пост в котором объяснила что решили почистить пруд от крупногабаритного мусора от бревен от камней и я и просто от мусора в результате у них заклинило один из затворов поэтому вода ушла хочу отметить что только после того как информация попала в сми стали что-то делать вот почему если случилась какая-то непонятная ситуация с затвором почему никто ничего не делал встает вопрос то есть нам это непонятно более того что мое мнение что мнение жителей которые мне пишут в пруду бревен не было какой тут крупногабаритный мусор наш пруд был чистый ладно если на берегу какие какой-то был мусор но вода была действительно чистая и это подтвердят очень многие жители нашего села сейчас мы с вами перейдем на вторую сторону еще в 2016 году там была вода сейчас мы сюрприз сейчас мы с вами посмотрим что теперь там не отключайтесь мы идем прямо сейчас вот давайте мы сейчас начали пройдем с вами по мосту и посмотрим прямо на наш пруд здесь отличная панорама смотрите глубоководная зона здесь 4 метра и здесь было очень много рыбы щука карась здесь ловили рыбу и зимой и летом и приезжали рыбаки со всей перми и пермского края лично мой отец здесь ловил рыбу потому что он рыбак и мы очень любим это место вот еще вот там был пляж видите сейчас о нем ничего на не напоминает даже его не видно он на левом берегу вот там это квест найди пляж на куб на пруду в селе култаево по квеста не пройти потому что пруда теперь нет маленькая речка здесь бежит на нашем водоеме ничего не напоминает то есть я лично не могу спокойно стоять и наблюдать за тем как на моих глазах губит природу и наш пруд это не игрушка его спускают наполняют спускают наполняют это не вода из-под крана которую можно безболезненно налить и слить это целый водоем и вы посмотрите просто рыбу у нас нет уже несколько лет бедные уточки они погибают то есть наносится огромный ущерб флоре и фауне и налицо природная катастрофа которая продолжается уже несколько лет куда смотрят экологи или greenpeace и другие организации могут только говорить а где конкретные дела почему мы с жителями уже несколько лет бьемся с этой ситуации и каждый год как дежавю история повторяется воды пруд спускают наливают спускают наливают услышьте помогите нам люди которые за это отвечают у вас есть должности у вас есть власть вы должны помогать людям вы должны заботиться о них первую очередь именно для них потому что там где ступает нога человека наносится огромный урон природе у нас магазины в селе култаева вырастают просто за скоростью света а вот этот пруд сердце нашего култаева наше народное достояние посмотрите сейчас внимательно находится в каком виде посмотрите рыбы здесь как говорят рыбаки сейчас не будет несколько лет видите вот смотрите там где белая насыпь вот до туда должна быть вода мы сейчас туда с вами проедем там вновь отремонтированная дамба которую ремонтировали два года то есть вот это все теперь больше напоминает огромное поле нежели водоем вы знаете наш пруд в култаева погибает пруд юга камский погибает как мне писали жители в деревне киты в очоре погибают пруды жители нашей перми боролись за мотовилихинский пруд несколько лет у нас перми губят водоемы а никому нет до этого дела и я лично и жители нашего села мы очень обеспокоены нашей природы мы очень хотим чтобы нам вернули вот раз пруд зарос он теперь нуждается в чистке и мы очень хотим чтобы она нет не растянулась еще на три года как нам пишет администрация то есть изначально есть пост от августа двадцать первого года в котором написано это пресс-служба пермского района написала пост вконтакте о том что если администрация култаева подаст заявку в двадцать первом году проектирование вот этой зоны начнется в двадцать втором году а в двадцать третьем пруд будут расчищать и вот уже эти сроки они сместились на двадцать третий двадцать четвертый года понимаете а изначально шла речь про двадцать первый двадцать второй то есть мы меряем не месяцами днями а просто годами а время это летит жизнь проходит и вот сколько лет я здесь живу я практически всегда вижу теперь в таком состоянии но это еще цветочки мы сейчас с вами перейдем на другую сторону мы сейчас с вами перейдем на другую сторону и увидим то что ждет наш пруд в будущем если мы ничего не сделаем пойдем так пойдемте мы сейчас с вами это продолжение нашего пруда это между прочим искусственно созданный водоем ему уже 30 лет и это также пожарный водоем вот смотрите то что вы видите перед своими глазами было продолжение нашего пруда в селе култаево видите теперь здесь у нас конкретное болото с зарослями различных кустарников деревьев вот здесь в семнадцатом году еще была вода и здесь именно нашли автомобиль об этом тоже писала пресса вы можете посмотреть видите вот здесь когда-то что мы видим да это уже просто болото и то что мы видим это делаю рук человеческих как говорится мы можем творить а можем и натворить и вот сейчас просто нужно исправить вот это все безобразие вот смотрите там вот у . еще плывет видите и сколько утят было найдено мертвыми вы посмотрите а рыба то есть рыбаков уже и нет на пруду потому что вот здесь у нас вот на этом пруду здесь не только рыбачили здесь плавали здесь катались на лодках и катамаранах здесь просто излюбленное место отдыха жители и к нам приезжали люди со всего пермского края и со всей перми купаться загорать вот раньше и рыбу ловить и приезжали с палатками и шашлыки на берегу делали и купались со всех сторон просто из тут пляж был там купались здесь купались сейчас просто это произошло на самом деле вот такая катастрофа продолжается с 2016 года и продолжается до сих пор и непонятно с какой целью шестнадцатом году спускали пруд в семнадцатом году спускали пруд в двадцатом году с целью ремонта спустили но подрядчик пропал без вести как я уже говорила почему администрация только спустя год объявляет новый тендер год им понадобился на то вот ну просто никто ничего не делал и как говорится на пруду и никому не было до этого дела вы понимаете то есть а если бы администрация проконтролировала этот процесс уже в двадцатом году был бы объявлен новый тендер и найден бы новый подрядчик который бы закончил работы гораздо раньше нежели сейчас почему мы так бьемся за этот пруд я объясню это началось еще и в двадцатом году когда началась пандемия когда всех жителей всех людей закрыли по своим домам когда закрыли все границы и никуда не выехать и вот это единственное что у нас осталось это наш водоем который у нас забрали понимаете и это конкретно экологическая катастрофа которая продолжается уже много лет и нам сейчас интересно понять какие сроки это будет исправлено какие конкретно зоны будут чистить потому что и что подразумевается под очисткой водоема потому что может это просто мусор убрать сейчас тут такая растительность что нужно убирать растительность понимаете потому что за два года у нас здесь уже деревья видите и нужно понять конкретно что будут чистить какие зоны сколько будет как прошлый раз работать два человека или здесь будет работать целая бригада нам просто на эти вопросы нет ответа когда приезжала телекомпания арифей перми они пытались получить комментарии у администрации култаевского сельского поселения но как сказали корреспонденты рифеев это есть прямом эфире в назначенный час администрация не вышла на связь с журналистами в пятницу 12 августа приезжали корреспонденты портала 59.ru и они точно так же мы вместе с приезжали к администрации но к нам тоже никто не вышел хотя это было рабочее время администрации по идее должны быть на рабочем месте но на связь с жителями не выходят мы жители написали заявление в пермскую природоохранную прокуратуру и заканчиваем писать заявление еще в другие ведомства и наша цель восстановить наш водоем наше природное наследие мы же должны оставить после себя не только кучи разбросанного мусора мы должны после себя оставить природу в целости и сохранности восстановить водоем восстановить флору фауну и сейчас мы с вами проедем к нашей третьей точке мы увидим нашу многомиллионную дамбу которая ремонтировалась на протяжении двух лет мы увидим как выглядит там именно с того места администрация снимает посты для своих социальных сетей показывает что там очень много воды но пруд это не только зона дамбы пруд он тянется вот до этого моста и дальше как мы видим воды здесь нет и не было я повторю что 12 августа 22 года в социальной сети вконтакте во многих пабликах появилось сообщение о том что пруд вновь наполнен водой и об этом сообщила администрация округа для поста они использовали мою фотографию которая сделана пять лет назад вот я просто хочу сказать что эта информация как вы видите не соответствует действительности еще раз покажите пожалуйста крупный план крупный план нашего пруда вы посмотрите вот только за несколько лет прудового в култаева пруд еще в югокамске а пруд в югокамске я хочу отметить это культурное наследие пермского края его точно также погубили и что хочу сказать еще его теперь убрали из культурного наследия и очень мне люди писали в социальных сетях что очень много прудов находится вот теперь в таком состоянии от рук человека и пожалуйста уважаемые экологи люди которые могут это исправить помогите не стойте в стороне нам нужно восстановить наш водоем потому что это важно кто позаботиться о природе если не мы природы нет голоса и нужно именно активисты которым не все равно я не депутат я не баллотируюсь никуда я не жена не дочь депутата или еще кого-то я просто неравнодушный человек этого села которому действительно не все равно которому важно где он живет и что он видит перед глазами и я не могу видеть несправедливости молчать и я просто хочу чтобы решили эту проблему не затягивали на долгие годы своевременно оповещали жителей как есть о том что действительно происходит и не умалчивали от нас информацию и это очень важно потому что сейчас то что мы получаем ответы что заклинило затворку если у вас заклинило затворку почему вы только через месяц начали ее делать у вас до этого месяца вода утекала это растительность ведь видно что она выросла и воды тут уже давно не было так что сейчас мы с вами через пять минут мы отключимся и через пять минут подключимся и вот мы окажемся с вами вот там видите на другом берегу уже на третьем берегу там находится наше гидротехническое сооружение которое ремонтировали два года через пять минут мы будем там подключайтесь мы продолжим нашу онлайн-трансляцию что дорогие друзья мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию и мы решили чтобы вам было нагляднее пройти вдоль берега нашего култаевского пруда хотелось бы еще отметить сейчас мы вам покажем полную картину вода от этого берега до того берега было никакой растительности в воде не было и быть не должно глубоководная зона этого пруда составляет 4 метра мы здесь плавали на лодках на катамаранах то есть никаких бревен и различного другого мусора лично я не встречала и другие жители которые мне писали еще знаете что хочется отметить к сожалению в этом году у нас погибает не только пруд но и лес и я знаю что проблема того что наши любимые пихты поражены жуком полиграфом это не только проблема пермского края но вообще всей россии и к сожалению до култаева также дополз этот жук и посмотрите какие стали красные пихты на противоположном берегу нашего водоема и к сожалению они их становится все больше и больше и очень бы хотелось бы получить ответ какие меры приняты по недопущению распространения заражения пихт в дальнейшем как сделать так чтобы дальнейший наш красивый шикарнейший лес села култаева и не только култаева он не пострадал от этого жука посмотрите вот то чтобы видеть это только часть если посмотреть сверху самолета видно что таких деревьев очень много их нужно своевременно принимать какие-то меры но мне бы хотелось и и поддержат знать что конкретно сделали в нашем селе да и как борются с данной проблемой но мы с вами продолжаем идем по берегу нашего водоема вот смотрите справа у нас здесь волейбольная площадка то есть здесь ребятишки они и не только маленькие но и взрослые играли волейбол и потом они шли как раз вот туда на тот пирс и плавали в общем-то в этой воде на самом деле у нас по всему периметру нашего пруда были нормальные спуски можно было они оборудованы пляжи в каком состоянии сейчас это у нас все к сожалению находится и мы с жителями очень хотим чтобы нас услышали просто услышали и приняли какие-то меры и не затягивали эту ситуацию я повторюсь что изначально култаевская администрация должна была подать заявку в двадцать первом году можете посмотреть пост пресс-службы пермского района от августа двадцать первого года там написано что если администрация култаевского поселения подаст заявку на расчистку пруда в текущем году то есть в двадцать первом году то тогда в двадцать втором году будет разработан его проект и в двадцать третьем году пруд будет почищен но почему сейчас у нас двинулись сроки уже на двадцать третий-двадцать четвертый года непонятно а потом на двадцать пятый-двадцать шестый а потом жизнь закончилась и человек умер да и в итоге ни человека ни пруда все забыли и застроили не хотелось бы так мы с вами идем дальше у нас впереди гидротехническое сооружение буквально будет через пару минут а пока мы идем вдоль берега так вот посмотрите хотелось бы также отметить что жители они очень беспокоятся и обеспокоены судьбой данного водоема давайте вниз спустимся и посмотрим как много у нас воды вот посмотрите видите на повторюсь глубина нашего водоема согласно всем документам это подтвердили в ведомстве об этом открытая информация 4 метра 4 12 августа написали что пруд наполнен водой вопрос где какой пруд может не этот может действительно не наш пруд может про какой-то другой пруд речь шла вот посмотрите видите во что сейчас у нас к сожалению пруд что происходит на самом деле я консультировалась с несколькими экологами и другие жители все нормально вот консультировалась консультировались с экологами они из других городов мы им направляли фото и видео нашего водоема они сказали что у вас так как глубоководная зона очень глубокая то есть она составляет больше трех метров у нас повторюсь 4 то если бы пруд целиком был наполнен водой если бы надо пустить рыбу то вся растительность она пожухнет но что в общем то и происходило в мае когда я была в конце мая воды было очень много растительности не было видно на поверхности у меня есть видео вот но к сожалению с июля начался медленный по каким-то непонятным причинам спуск воды вода стала уходить и растительность она оказалась над водой она стала как лето она начала еще больше расти и поэтому у нас собственно говоря вот сейчас то что мы видим многие писали мне о том что это лето очень жарко и вода она высохла хочу отметить что в предыдущие годы было тоже жарко и воды было очень много и это как бы частично я могу поверить в то что она действительно испарилась но не настолько же серьезно не настолько посмотрите пойдемте дальше мы идем с вами на дамбу нашу на гидрофильм как оружие которое ремонтировано продолжаем продолжаем идем дальше вот посмотрите мы сейчас подойдем ближе мы с вами находимся вместе которые ремонтировали сейчас я вам покажу что делали даже здесь вот на том берегу там был пирс мы всегда там гуляли и там тоже не было вот такой растительности видите там тоже зараженные пихты на другом берегу и вот посмотрите вот если справа налево весь лес весь лес какие меры предприняты что вообще происходит я знаю что и на восточном обходе еще в других городах и то есть не только в пермском крае такая ситуация просто я знаю что что-то нужно предпринять и почему нас об этом не оповещают почему если производятся какие-то работы или что-то такое действительно важное с нашим водоемом мы жители не в курсе так сейчас вы увидите что сделали нам установили ледозащиту поставили новое гидротехническое сооружение порядка четырех человек его несколько месяцев ремонтировали назовем так поставили вот эти ограждения как вы видите их не было засыпали дорогу таким камнем и в итоге многие люди жалуются что не могут проехать с колясками вот смотрите прямо сейчас я иду как раз по дороге которую обсыпали камнем как раз в тот момент когда ремонтировали пруд вот вот эти вот ограждения поставили вот здесь дорога зацепана это новая дорога и те ограждения на этой стороне и на той стороне это тоже новое так пойдемте дальше вот вот наше гидротехническое сооружение наша рапа сердце нашего пруда которое ремонтировали ремонтировали в двадцатом году в двадцать первом и снова какая-то затвор какую-то затворку каким-то мусором заклинило но как сказали что уже починили я не специалист в гидротехническом сооружении вот посмотрите пожалуйста как выглядит пруд вот с этой стороны но здесь уже нет такого спуска воды который был раньше то есть к воде сейчас не подойти я это имела ввиду и поэтому раньше бы даже здесь плавали сейчас вы увидите место где мы с вами до этого снимали онлайн трансляцию вот там видите вдалеке идет машина мы с вами были на том мосту на том берегу мы с вами снимали пруд он настолько большой вот это наш водоем вот и он идет получается до того моста и через мост у него продолжение такой вот он должен быть большой красивый вся растительность которую мы видим она должна быть под водой так еще я там видела сейчас секунду еще можно пока снять вот это вот продолжение здесь вот это ремонтировали тоже сними пока пожалуйста вот там надо чуть правее видимо отойти а я сейчас посмотрю там воде в салет это и в в в в в в Смотрите продолжение в следующей серии. Знаете, не у всех есть возможности и средства ездить на дорогостоящие курорты. Многие даже в Сочи не могут себе позволить, там цены тоже космические. И для многих излюбленным местом отдыха это вот этот наш водоем. И многие жители нашего села, а это официально только больше 5000 человек, это только кто официально здесь прописан, плюс те, кто приезжают в гости, плюс просто кто приезжает на выходные. И они все равно не теряют надежду и пытаются здесь ловить рыбу, потому что это их любимые места. Как говорится, надежда умирает последней. И очень хочется, чтобы восстановили наш водоем. Мы с жителями бы запустили сюда рыбы. Мы сейчас это не делаем, потому что каждый год воду спускают. Мы без проблем, мы хоть завтра можем прийти и запустить рыбу. Но где гарантия того, что через месяц воду снова не спустят? Я повторюсь, воду спускали в 16-м году, в 17-м году, в 20-м году шел ремонт, в 21-м шел ремонт, в 22-м вода стала упывать. Нам жителям говорят, что в 23-м и в 24-м году снова начнутся работы по расчистке. Это значит, что снова воду спустят, то есть никак чистить-то иначе будет. И это при хорошем еще раскладе. А вдруг что-то пойдет снова не так? Мы за это переживаем. Очень хочется, чтобы восстановили наш водоем, наше природное достояние. Чтобы вернули наше место отдыха не только жителей села Култаева, но и вообще всех жителей Перми, Пермского края. Вы что-то хотите сказать? Нет. Мы снимаем для группы Подслушанных Култаева. И это прямой эфир, так что вы в кадре. Вы можете сказать, давайте спасем наш пруд. Давайте спасем наш пруд. Смотрите, здесь есть такое место. Да, здесь такое шикарное место. Не забудьте сказать, чтобы вычастили. Они едят на воду. Так что еще раз полюбуйтесь вот на сегодня. О, вон, видите, паводок из уточек плывет. Видите? Здесь очень много на самом деле разных обитателей. Пожалуйста, пожалуйста, помогите нам восстановить наш водоем. Теперь необходима его очистка. Мы хотим конкретно с жителями понимать, какие зоны будут расчищать, что подразумевается под очисткой. Это просто убрать мусор и бревна, или это убрать растительность, которая есть. Мы хотим прямо на карте увидеть зоны, и как будет наш пруд выглядеть в итоге. И хотим, чтобы его оставили в покое, потому что так часто чистить его не нужно на самом деле. Мотовильхинский пруд, согласно информации в интернете, там 18 или 20 лет не подвергался чистке. Почему наш пруд настолько часто сливают с целью именно очистки? То есть это как-то странно. Не только я, но и другие жители, которые мне пишут, они говорят о том, что этот водоем был чистый. Я повторюсь, я лично здесь плавала на лодке, на катамаране. Мои родственники здесь купались. Здесь водоем чистый. Я живу здесь. Я прописана здесь, с 16-го года. Родственники мои здесь живут еще дольше. Поэтому мы очень надеемся привлечь внимание не только, но и общественности к нашей проблеме. Мы очень хотим, чтобы приняли меры и восстановили природу, и восстановили наш водоем. Потому что погибает рыба, погибают уточки. Погибает рыба, погибают уточки. Теперь уже и лес погибает. Еще немного, и здесь будет поле или болото. Мы очень не хотим, чтобы так было. Если, к сожалению, так будет продолжаться, то мы с жителями будем вынуждены обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и уже на федеральные каналы. На сегодня жители написали обращение в Пермскую природоохранную прокуратуру. И мы очень надеемся, что нас услышат. Мы не за себя боремся. Я повторюсь, я никуда не баллотировалась, не баллотируюсь и не буду баллотироваться. Я простой житель данного села, который просто умеет говорить и который пытается донести до общественности нашу проблему. Она касается каждого из вас. Сегодня это наш водоем, а завтра это может быть водоем у вашего дома. Спасибо большое всем, кто был. Мы будем благодарны, если вы получили. Огромное спасибо всем людям, которые комментируют, которые ставят лайки, которые приходят на съемки на телевидение. Все неравнодушные люди, которые пишут не только жители Култаева, но и все Перми и Пермского края. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что с нашими общими усилиями мы вернем наши водоемы, восстановим природу. И в дальнейшем у нас все будет хорошо. И здесь могут и плавать, и отдыхать. И просто здесь все будет хорошо. Так что спасибо вам огромное, что лично вы сейчас можете сделать. Поставить лайк к этому посту, поставить комментарий к этому посту. В идеале, если вы еще сделаете репост. Я объясню, для чего это нужно. Чтобы данную запись увидело как можно большее количество людей. Только ради этого, даже какой-то смайлик, хоть что-то напишите или поставьте какой-то стикер к записи. Таким образом, ее увидит большее количество людей. И мы привлечем внимание к нашей проблеме. Потому что, повторюсь, это наша общая с вами природа. Земля это наш общий дом. И мы должны заботиться о ней. А не только выкачивать из нее что-то. Пруды или нефть. Мы должны заботиться о ней. Спасем пруд в селе Култаева. Пермский край, Пермский район. Сегодня у нас 16... 18... Уже, извините, 18 августа, четверг, 22-й год. Конец трансляции. Спасибо. Спасибо.